Доброе утро всем! Смотрите, как с моря надвигается туман. У нас сегодня пасмурно. Так хорошо на улице, не жарко. Лепота. 26 градусов. Обычно уже 30 в это время. А сегодня 26. Кайф. Гулять и гулять. Но мы на работу. Как на праздник. Да, Чарли? Это тесор. Это тесор. Смотрите, сейчас я вам буду показывать. Как это. До и после мы ее сейчас будем красить. Но держите хорошо, mira. С держите хорошо, потому что мой пыль может быть очень рад. Конечно. А потом будет много холодным пыль. Я что-то так просто. Буду работать очень красиво. Нет, нет. Миларет шумфит, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Красавица! У нас сегодня так прохладно, хорошо на улице Но, по-моему, на море Это туман Сейчас посмотрю Пойду мимо У нас тут ресторан Вот Распрощалась я с клиентами Кстати, если вы спросите, почему я без маски укладывала Клиентку Кончи, она больше даже подружка моя, чем клиент Мы с ней часто переписываемся по WhatsApp Иногда пьем кофе Вот здесь у нас Но так как мы живем в разных городах Чарли дела делает У нее два сына уже взрослые Один сын учится Восточные языки Точно, вот, не знаю То ли китайский, то ли японский Вот Ну, какой-то из них Наверное, японский Он год в Японии жил На Не знаю, практика, не практика Учился там год Как Он два года назад учился в Малаге Там Университеты на языке Потом уехал на год В Японию Вот И сейчас он должен год отучиться опять в Малаге Ну, потом думает уехать Либо в Японию, либо еще куда-то И каждый раз, каждый год он привозит по невесте Ну, как привозит, они живут в Малаге В гости к нему приезжают Невесты все Восточные Восточные сказки То есть Сейчас Полуяпоночка у него Невеста И вот Поэтому у нас доверительные с ней отношения И поэтому Что такое Кто-то айкает Поэтому и без масок Она такая веселая женщина Ее часто можно увидеть у меня во влогах И такая, знаете, открытая В общем, очень Давно она у меня уже Сначала в клиентках была Дет 7 уже, наверное, ходит С момента открытия В общем, хорошая женщина Блин, тут народ Хотела посмотреть на море Народа много Значит, с другой стороны посмотрю Вот так Так, сейчас я еду Знаете, куда Таня сегодня мне привезет вкусняшки Она привезет Эти Орешки, как всегда Я у нее заказала И яйца Вот поеду у Алькампа Заберу Люди идут Приходится маску надевать Я всегда с собой беру Маску хирургическую Или не видите Черный пес И вот сейчас заберу вкусняшки И поеду домой Супец доедать На море сначала посмотрю На море полный штиль Ну, видите, как-то пасмурно у нас сегодня Замечательная вообще погода Потому что не жарко А так полный штиль Вот туда я на море езжу Вот там мы сидим Смотрите, какой у Таньки бизнес здесь Она сама сделала холодильник себе А с чего ты его сделала? От поддонов, а с холодильников Которые выкидывают Пенопластовые Ахренеть, вы представляете? На пену посадила, все облепила За этого На тебе две сервелки наши Да Вишенки Давай Слива Слива, давай Пусть тебя пронесет Я съела, у меня слабо стало Нет, слив нет А мне вот от арбузов Что ты все раздала? Что у тебя там есть? Покажи Все Ох, ни хрена тебе Смотрите Видишь, какие у меня эти хорошенькие Бракетики, бракетики Слушай, а что, никто не приехал еще что? Еще не пришли Вот и все А я спешила, спешила Вон Чарли мой стоит Моя крышка, видишь? Наверное, не хватило мне еще одной верхней крышки Ну прикольно Ой, Олька А вон на Ольках А Ольку же забрала Она по-быстренькому А что? Помимо супа Сейчас буду готовить начис Начис Вот такие вот У них я покупала Это Кукурузные Чипсы Я сейчас обжарю бекон У меня вот такой уже резанный Вот Уберу весь Ну, чтобы жира там в нем не было Ой, блин, что же они так плохо открываются В общем, сейчас покажу, что буду делать А пока это все жарится Разогревается Сейчас покажу, что тут купила Как-то я все это разобрала Непонятно Ну, поймем, думаю Так, значит, вот эти По 39 копеек Одни, что ли? А, нет, по 39 Там они Берешь, если 3 Повыходит По 39 Вообще очень дешево Выходит В общем, за евро 3 штуки Вот И это именно Фунчоза Так Я купила Смотрите, где оно Мороженое Вот у нас сегодня В Лиделе Неделя Как бы Азиатская Китайская И купила Вот такой вот Китайская Чина Мороженое С драконим фруктом Видите Попробовать Не знаю Драконий фрукт Он вообще не имеет Никакого Вкуса Поэтому не знаю Что за мороженое будет Я люблю все пробовать Поэтому Надо попробовать Оно у нас стоит Евро 79 Там 8 штук Но они малюсенькие Так Для Этого взяла Сыр Чеддер Вообще хотела Но Чеддера не было Чистого Здесь вот Эминтар Моцарелла И чеддер Моцареллу я не очень люблю Потому что Она как Как резина Знаете Такой тянется И не жуется Почему-то Мне не нравится Моцарелла Ну только если С помидорами А вот с пламеном Видите Мне не нравится Моцарелла Вот Ну Вот 3 сыра взяла Он у нас стоит Рубль 39 Безглютеновый Ладно Нектар Из Вот этой вот Черники Голубики Евро Стоит 99 копеек 50% фруктов Написано Ну-ну Посмотрим Так Хлеб Это мы уже Вот такой Цельнозерновой 42 копейки Стоит Так Купила Вот тоже Для начос Для вот этих Смотрите Сколько жира Купила Лук Вот такой Жареный Хрустящий Салат И его тоже Очень вкусно Кстати Пишите Есть у вас Такие Я раньше Покупала В Икеа Шведский По-моему Магазин Или швейцарский Вот А сейчас Он продается Везде Этот лук Вообще Классный Ну конечно Калорийный Ну 89 копеек Стоит Так Ну сам Вот этот бекон Стоит Рубль 49 Там Две штуки Вот таких Вот Так Шпинат Ну я в принципе За шпинатом ходила Ну и вот К шпинату Прикупила Как всегда 95 копеек Вот такой Большой Пакет Мортаделла Ну колбаска Вот такая Вот С чесноком Взяла Не знаю Попробую Индюшачья Рубль 89 Здесь даже Не знаю Сколько 400 грамм Рубль 89 Инжирные Персики Взяла Ну Уже Кстати Можно их Кушать Вот этот Прям хороший Здесь Килограмм Рубль 89 И вот А Это йогурт Оказывается Питьевой Манго Жидкий Такой Как вода Тоже Вот этот Китайский 79 Копеек Посмотрим Йогурт Написано Ну А тут Написано Что это Напиток В общем Ладно Ой Уже Прям С напитков Так Должно Все Поджарится Потому Что Жиль Нам Не Нужен Все Я думаю Готово Сейчас Я Все Быстренько Уберу Будем Продолжать С готовкой Я Первый Раз Готовлю Начис А Ну Тут Орешки Взяла Луки Ну И яйца Ее Курчик Значит Тарелку Насыпаем Наши Начис Сверху Бекон Вот так Прям Бекона Много Поэтому Я Я Его Отложу Сверху Другую И на Этой Сковородочке Будем Плавить Сыр Сверху 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 Может быть чуть-чуть сметаны туда или молока. Добавил чуть-чуть молока, чтобы он был полужидкий. И выпариваю сейчас. Можно сливки, но сливки у меня нет. И потом все это выливаю на наши начис. Сверху посыпаем лучком. Ну и, конечно, пробуем. Очень вкусно. Ну и еще бы не был вкусно плавленый сыр, бекон. Обалденно. А вы делали когда-нибудь такое? Может быть какой-нибудь свой рецепт есть? Попробуем голубично-черничный нектар. Черная смородина пахнет. Чувствуется прям вкус. А то, знаете, обычно пьешь и нифига сладенько. А это прям чувствуется вкусно. Все вкусно. В общем, все. Мням-ням-ням. Всем приятного аппетита. Что только делать ремонтная работа. Знаете, я уже много раз говорила, что у нас русский магазин, он не совсем русский. Но девочка привозит все заказы. Вот мы ей заказываем, она нам привозит. Хоть черта лысого заказывайте, она нам привозит. Я заказала, вот, каждую неделю заказы она принимает. Я заказала мороженое, шоколадный пломбир. И чтобы его довезти, потому что это находится в льму некоре на 20 минут езды на машине. У меня есть вот такой старенький, пристаренький холодильник. Я туда насыпала лед. Вот. Так, закрою. Он чистый, но не отмывается. А лед все равно мне нужно было убирать из морозилки. Иначе я 10 штук заказала мороженого. Но еще там кое-чего. Сейчас вам покажу, приеду. Вот. И сейчас поеду съезжу, чтобы мое мороженое не разобрали. И заберу. Вот. Чарли дома посидит. Потому что в такой жару мне нефига его возить туда-сюда. Да и что, в машине сидеть. Я буквально туда и обратно. На пляж сегодня не поеду. Там какая-то погода такая пасмурная, знаете. Вот. Не очень мне нравится. Да. А теперь чуть-чуть дам. Это такая вкусная конфетка. Не конфетка, а печенька. Это ее вкусы. Вот. Так что, боже, какая я уже лохматая становлюсь. Ну что, поехала я. За вкусняшки. Сегодня целый день вкусняшки, вкусняшки, расти попа. Ну ничего, понемножечку, потихонечку можно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь произошла авария. Поэтому, смотрите, этот, по-моему, грузовик. Вот что-то там с чем-то с какой-то машиной столкнулся или что. Непонятно. Наверное, прям только-только произошло. Потому что нет ни полиции, ничего. А, да, вот впиндюрилась, видите? И автобус хочет проехать. Так вот, у нас тоже аварии бывают вот такие. Прям нормально такая авария. Вот эта машина, я так думаю, что впиндюрилась. Да, ух, все колесо там разворочено. В общем, я уже приехала. А вот и полиция со скорой едет туда. Я доехала. Идем за вкусняшками. Не знаю, обратно, наверное, по другой дороге поеду. Потому что, может быть, там все перекрыло. Сейчас полиция пока не уберет все это с дороги. Поэтому пляжик глянем на море. Кстати, прошла эта туманность. Кристина, никого нет. Раз уж мы тут. Какой-то там корабль большой плавает. Что-то тут народу мало. Очень странно. Там прям такой корабль здоровый. Смотрите. Черный какой-то. Ладно, пошла я. Все-таки поехала я по этой же дороге. Видите, убирают машину. Полиция там. Там вот умирают машины. Вот эта. Все, мы едем. Смотрите, целый холодильник мороженого. Сейчас я его быстренько положу в заморозку. Ну, что я взяла? Вот такие пряники шоколадные. Цены я не знаю. Потому что, знаете, у нас как? У нас же нет выбора-то огромного. В общем, заказываешь. И что привезут, то и привезут. В общем, можно, конечно, цену спросить. Но это, знаете, это не продукты какой-то первой необходимости. Это, как говорится, наши хотелки. Наши желания. Тайные. И вот захотелось мне пряников шоколадных. Нельзя вот так встать. Пошел и выбрал в магазине пряники шоколадные. Надо заказывать. Ну, что ты. Ну, что ты, радость моя. Соскучился. Все лапы облизал. Вот он любит себе лапы вот тут облизывать. Ну, радость моя. Вот. Цветная. Ой, морская капуста. Я тоже ее очень обожаю. И вот селедку. Сейчас она на развес не возит селедку. Но вот такую вот взяла. Еще у нее взяла сливы. Я уже говорила, что это не магазин не русский. Прям чисто русский магазин. А там всего до всего даже вот сливы. Эти сливы я люблю, обожаю. Вот. А, квас взяла. Не знаю, хороший, нехороший тоже. Не знаю, даже он чей. Может, литовский какой-нибудь еще. Или еще какой-нибудь. В общем, попробуем. Даже не знаю. Квас богатирский какой-то. Фиг его знает. Ну, в общем. Сливы вот эти я обожаю. Тут еще, правда, меня Таня привезла. Ой, они уже прям мягенькие. Их можно тоже слопать. Вот. Так что это все. Это все на завтра, послезавтра. И еще на целый месяц, блин, трындец. Потому что, в общем, вкусняшками запаслась. До зимы. Ну что, зато есть. Я как-то однажды тоже покупала квас. И муж спрашивает, что это такое. Я говорю, русская Кока-Кола. Русская Кока-Кола. Чувствуется хлебный вкус. Ну, конечно, крошка с этим квасом не. С Кока-Колой крошкой как-то не. Но вкусно попить, если вот так. Тем более, он еще теплый, не холодный. Но я люблю пить все такое, знаете, из холодильника я не люблю. Мне не чувствуется вкус. Нет, ну, если бы он был холодненький немножко, было бы, конечно, лучше. Ну, ладно. Сейчас запихаю русскую Кока-Кола в холодильник. И пусть он там охлаждается. А вообще, вы знаете, нужно какую силу волю иметь? Очень-очень сильную волю. Иметь в холодильнике мороженое, орешки, пряники. Все на всего. А кушать, знаете, что? Инжир. Я его почистила. Он такой же переспевший. Буду кушать инжир и представлять, что это шоколадные пряники. А что? Я себе сладкое позволяю один раз в день после еды. С чаем. Обязательно. Вот я не знаю, если я не поем что-то сладкое, то все, у меня будет взрыз мозга. Я буду нервничать. Я буду сама не своя. Я буду вообще. А вот после еды я, например, у меня как... Ну, не после еды, где-то через часик, через полтора закрею себе чай. Если вот с пряниками возьму один пряник и его буду смаковать. Или одно мороженое. Вот сегодня съела это. Из фрукта дракона вот это. Как я и говорила, фрукта дракона, он вообще нет у него какого-то ярко выраженного вкуса. Там добавили шоколадки такие вот, мелкий шоколад, ну, типа, косточки вот этого фрукта дракона. И... Ну, оно и не дракон, в принципе. В общем, съела его, отвела душу. И два орешка Танькиных. Вот так вот и живем. Ну, вы знаете, я отведу душу. И потом вот я смело, например, сейчас время 6 часов, ем вот этот вот инжир. И все. И вот так вот уменьшаю, уменьшаю еду. Ну, как уменьшаю? Все, я больше не ем. Арбуз, может быть, съем. И все. Или чай попью без сахара. Ну, со стевией. Вот такая вот жизнь толстушек. А куда деваться? Шаг влево, шаг вправо, 2 килограмма на весах. Что мне делать, я не знаю. Обожралась и страдаю. От чего страдания? Не придумала еще. Да, моя рыба, шлятка. Моя шлятка, рыбка, почесаться, почесаться. Скажи, мам, что ты орешь? Что ты орешь, а? У нас праздник. Праздник на покор. Ладно. Ой, я сегодня так погуляла, друзья, хорошо. Завтра вам сниму свой маршрут. Обязательно, зашибительский. В инстаграм уже сняла. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. Ссылочка внизу. Вот, завтра с вами прогуляемся туда. Ну, я так думаю, если планы не изменятся. На сегодня все. Я уже сходила в душ, искупалась. Холодильник уже ничего не вмещается. В общем, буду с вами прощаться до завтра. Всего самого лучшего. И всем пока-пока.